Здравствуйте! Вы смотрите «Время говорить» и меня зовут Алена Новченкова. Чтобы стать звездой, достаточно иметь талант и выход в интернет. В России активно развивается видеоблогинг. Кто такие видеоблогеры, как создать популярный канал и заработать на этом деньги? Об этом нам расскажет яркий представитель видеоблогера из Владивостока Олег Горчаков. Привет, Олег! Привет, Алена! Привет операторам, которых нет. Многие могут знать Олега по каналу на ютубе, который называется Мармелад Фильмс. Правильно я говорю? Все неправильно, Мармелад Фильмс. Мармелад Фильмс, да. Английскими, в общем-то, буквами, если что, пишите и ищите Олега на ютубе. Ну, прежде чем мы начнем беседу, я предлагаю посмотреть нарезку с видеороликов о Олега. Внимание на экран. Мармелад Фильмс представляет. Всем привет, это новый выпуск «Жрачки Тайм». Какой? Четвертый. Четвертый выпуск «Жрачки Тайм». Ну, а теперь мы попробуем бидстоп РОД-60, 69. И сделаем мы заказ, как будто мы в Америке. Привет, пожалуйста, дай мне одну опеку. Грин спрайт, маленький, маленький спрайт, два, да, и синнабон, пик, подняlijk! Что вам Пикабонд? Чокобонд, Биг Чокобонд, которые истинабон? Покажу сейчас, такой? 得,得,得,е� И дай мне, пожалуйста, один ролл с мушаром и грибами. С чем? С чем? Мушаром и грибами. Я не понимаю. Мушаром и грибами. Ветчина и грибы с ветчиной. Все? И трубочку. Спасибо большое. Олег, скажи, пожалуйста, как появилась идея создания видеоблога? Ну, началось все где-то три или четыре года назад. Тогда мы с моей подругой Иринкой Скворцовой. И, кстати, привет. Мы с ней как-то начали заниматься видео. Она купила видеокамеру. На тот момент это была камера Canon 550D. И что-то стали с ней снимать. Какие-то вещи, штуки. Но это были, как правило, какие-то поздравляшки для друзей. И, наверное, на тот момент мы следили за такими видеоблогерами, как MyDagVision. Всем известные, кто занимается вирусным видео в интернете. Вот очень хорошие ребята. И также следили за очень еще интересным человеком, Максимом Киселевым. Также известным как Snail Kick в интернете. Очень хороший видеоблогер. И у него был день рождения. Не помню, какое это было число. И Ирина звонит мне и говорит, Олег, давай запишем поздравляшку Максиму. Ему будет приятно. Мы, естественно, как-то все записали. Она записала на веб-камеру. Я записывал на какой-то цифровик. Взял у папы цифровик. И вот так вот записали. Каждый сказал свои слова. Я это все скомпоновал. И отправили все это Максиму. Он посмотрел, выложил у себя на стене. Ну и как-то вот так вот у нас с этого все началось. У тебя такой разносторонний канал. То есть ты делаешь и скетчи, ты делаешь и пародии. У тебя есть влог. Что тебе ближе и почему так много разных направлений? Мне нравится делать и скетчи, и пародии, и какие-то будут в дальнейшем музыкальные какие-то штуки. То есть это эксперименты. Вот не просто же так называется мармеладфинс. Мармелад, он, как известно, разный. Он и бывает и пластинками какими-то, и в сахаре. Вот так же и мои видео, они все разные. А ты не планируешь в дальнейшем, может быть, остановиться на каком-то одном конкретном направлении? И вот что тебе ближе всего все-таки? Не знаю, мне все интересно. Я готов все пробовать, что-то новое. Конечно, мне хочется что-то... Возможно, в дальнейшем я буду делать какие-то вещи скандальные, более скандальные. Какие-то элементы документалистики, возможно. Не знаю. Все хочу пробовать, все хочу делать. А когда ты делаешь эти видео, ты показываешь своим родным и близким? Нет. Нет? Они вообще не знают, скажем так, об этом творчестве моем. Они знают, что я занимаюсь видео, знают, что я занимаюсь коммерческой съемкой. Иначе откуда я беру деньги. Как-то не хочется им показывать. Я не знаю, может быть, потому что я там много матерюсь. Но как-то вот так. Ага. А вот, собственно, не друзья, не родители не знают, что ты... Нет, друзья знают. Единственный мой зритель – это друзья. Ну, нет, конечно. Друзья знают, знакомые знают, знают друзья друзей. Все смотрят, все нравятся. Какое видео твоих друзей, твоих, так скажем, знакомых поразило больше всего? Я думаю, это пародия на рекламу каникулы в Мексике, которую мы снимали на фоне скандала, связанного с волонтерами на саммите. Как известно, многим, я думаю, был скандал, связанный с тем, что волонтеры не поехали в Японию, поехали только определенное количество человек. Остальные люди – это были люди с администрацией, чиновники, их жены, бабушки, дедушки, прабабушки. В общем, все. Да, и мы как-то на фоне этого решили снять такую штуку. Наверняка все смотрели рекламу каникулы в Мексике, там, где голые люди идут с табличкой по улице. Прикрывая, да. И вот мы решили такую штуку снять, и это выстрелило, и многие друзья знакомые увидели. Да что друзья знакомые, увидели вообще все. Да, кстати, этот ролик произвел действительно большой резонанс. Он облетел не только весь местный интернет, но также и, собственно, все информационные агентства города Владивостока. Собственно, вы когда делали этот ролик, ожидал ли ты такого резонанса? Специально ли я решил как-то на этой теме сыграть? Скорее нет, чем, да. Потому что сначала был просто такой интерес запал. Как-то услышал просто новость об этом скандале. И до этого еще как-то я думал, а почему бы не снять как раз пародию на какую-то вот их заставку, да, именно каникулы в Мексике. И тут как-то оно в голове так все совместилось в одно прекрасное утро, когда я чистил зубы. Я помню этот день, я чистил зубы. И как-то это все вот в голове произошло само собой. Мне сейчас-то вот так вот все мои идеи, они как-то… Приходят внезапно. Внезапно, да. Я лежу, думаю, раз, схватил идею, записал, снял. То есть у тебя такого нет, что ты сидишь, вот если направленно думаешь, вот чем бы людей так покорить, чем бы удивить? Нет, такого нет. Я, наверное, считаю, что все идеи, которые вообще есть, они летают вот вокруг нас. Просто в один прекрасный момент происходят какие-то импульсы, благодаря которым ты их вот так вот берешь, хаваешь, да, и получается хороший результат. А если говорить о видео, которое поразило лично меня конкретно, да, это твой ролик о том, как ты бреешься около кинотеатра «Океан», прямо вот, собственно, около этого окна. И делаешь ты это полуголый, действительно, там, запритывай в руках, с пеной на лице. Как ты снимал этот ролик, и как люди к этому прохожие вообще относились? Просто еще с Ирой мы как-то думали, а почему бы не побриться в каком-нибудь общественном месте? Да, почему бы и нет. Почему бы и нет, действительно? И как-то в один тоже прекрасный день, одно прекрасное утро я решил, что надо вот такую штуку снять. И почему-то, не знаю, выбрали мы именно вот это место, кинотеатр «Океан», там, где вот эти стекла, да, кафе с дамплингами. То есть люди сидели, кушали дамплинги, мы аккуратненько подошли, я снял с себя одежду, накинул полотенце и взял с собой пену для бритья, бритву и пошел бриться. Пошел портить людям аппетит. Да. Ты в такие моменты не стесняешься? Нет. Для меня это привычное состояние – бриться на улице. То есть ты каждый день это практикуешь, да? Ага, а есть ли вообще какие-то такие вещи, которые бы ты никогда не сделал в своих видео? Или для тебя нет запретных каких-то тем и вещей, поступков? Наверное, все-таки есть какие-то запретные вещи. Я не люблю шутить про смерть, вообще не сторонник какого-то черного юмора. Если бы ты стал актером, то актером какого жанра? Всех жанров, если можно так выразиться. А нет уклона в какую-то одну сторону? Есть уклон, конечно, безусловно, это комедия, это какая-то комичность, но, как известно, комедийный актер, он и в драмах хорош. То есть я бы, конечно, попробовал и сняться или снять даже какие-нибудь драмы. А означает ли, что в дальнейшем мы можем от тебя увидеть какие-то скандальные ролики? То есть есть такие мысли? Да, как я уже говорил, хочется в дальнейшем развивать как раз вот это направление, какие-то скандальные штуки делать. Так что, да, в будущем ожидаются. Смотрите, подписывайтесь на канал, будет много интересного. Вообще, почему сейчас я этого не делаю? Потому что не хватает времени. Я занимаюсь еще, помимо юмористической, да, вот этой деятельностью, коммерческим видео. Это мое единственное направление, единственный музар, так можно сказать. И просто не хватает времени на, скажем так, на свой блог. Многие люди пишут в комментариях под каждым видео, почему так долго, почему там видео, период вот этот, он очень большой. То есть последнее видео мое было где-то месяца два, наверное, назад. Люди спрашивают, интересуются, почему так. Естественно, не каждому ответишь. Ну, я думаю, люди понимают, что у каждого есть своя работа, своя какая-то личная жизнь. И просто нужно зарабатывать деньги. Вот, пока мой канал на ютубе денег не приносит, поэтому мне приходится зарабатывать. Ну, ты лукаешь, там чуть-чуть приносит. Ну, это такие копеечки, которые… Я, в принципе, их даже и вывести их не могу, потому что это копейки. Чтобы вывести деньги с ютуба, нужна уже определенная сумма, которая там накопилась. Допустим, ну, это тысяча рублей, да, грубо говоря. Вот, если она накопилась, ты можешь ее вывести. Если у тебя меньше этой суммы, ты этой суммы вывести не можешь. А сколько вообще, в принципе, в России блогеры зарабатывают деньги на своих каналах? И как, собственно, они зарабатывают эти деньги? Смотри, получается, есть партнерская программа. Партнерских программ очень много на ютубе. Есть сама оригинальная партнерская программа от самого ютуба, когда ты не зависишь ни от кого, просто подчиняешься ютубу. То есть нет никаких посредников между ютубом и тобой. Есть, скажем так, партнерские программы, которые являются посредниками. То есть посредники, они получают какой-то процент от выхода твоих видео. То есть, допустим, ты заработал 100% заработка, 30% берет посредник, еще 30% сам ютуб. И остальные, сколько я плохо считаю, не важно, сколько это. Ну, в общем, остальные проценты уже берешь ты. А в России заработать на видео, именно вот на видео на ютубе, именно вот партнерская программа, да, очень сложно. Очень сложно заработать каких-то больших денег. То есть я сейчас попробую озвучить сумму. Это где-то около 30-40 тысяч, может быть, в месяц. Если ты более-менее известный видеоблогер. Если у тебя 200-300 тысяч просмотров на видео. То есть это где-то вот такие цифры. На Западе, в США, там совершенно другие суммы, цифры. Совершенно все по-другому. Там люди живут этим. Люди просто бросают свою работу. Если, грубо говоря, он был менеджером, решил вдруг снимать видеоблог. Он становится популярным. И в итоге забывает свою работу, свою профессию. И занимается тем, что ему нравится. И причем зарабатывает неплохо. Да, кстати, в 2012 году ютуб решил подвести, посчитать, кто из блогеров, собственно, кто вообще больше всех получил денег на рекламе. И оказалось, что это известный видеоблогер, по-моему, Шейн Долсон смотрел его блоги. И получил он более 300 тысяч долларов в год. И причем он обошел популярных, каких-то известных комиков, профессиональных. Вот как ты думаешь, с чем это связано? Почему все-таки люди хотят больше смотреть на, грубо говоря, себе подобных, а не на каких-то профессионалов своего дела? Почему так получается? Наверное, это заключается в самих людях, именно в блогерах. которые посредством своего видео, они как-то больше, наверное, жизни несут, чем те же шоумэн. Ну что шоумэн? Он весь нализан, облизан, весь слащавый, поет. Наверное, такая-такая штука. А вот, собственно, мы раз уже заговорили про заработок, ты сказала, что 30-40 тысяч рублей, если 200 тысяч просмотров, да? Ну, это на вскидку, это так. Ага. Ну, что касается, например, такого человека, как Макс 100 плюс 100 500, то есть они же, наверное, не только зарабатывают на просмотрах. На чем еще можно заработать? Да, там совершенно другая история, то есть Максима плюс 100 500, ну, как мое, да, видение, я не общаюсь с ними, я не дружу с ними. Просто я часто бываю анализирую разные каналы, разную деятельность видеоблогеров, и пришел к такому выводу, что именно Максим плюс 100 500, он стал популярным, точнее, не стал популярным, а заработал какой-то свой, да, капитал на рекламе не от партнерской программы, да, тоже, а от рекламы от рекламодателей. То есть, допустим, он набрал определенную популярность, у него там 300 тысяч просмотров, у него есть инструмент для продажи, то есть он приходит, допустим, в компанию сантехники и говорит, я хочу продавать туалеты, вот, я могу продавать туалеты, потому что у меня есть своя развлекательная передача, где я могу в конце или в начале делать рекламу. Это, я считаю, большой плюс для той же компании сантехники, да, потому что это все-таки интернет, это YouTube, это огромное количество людей, которые смотрят этот продукт, и когда ты что-то там рекламируешь, это определенный плюс. Ты говоришь, что ты анализируешь видеоблогеров, да, всякие разные каналы, а вот как ты считаешь, что пользуется наибольшей популярностью, вот, что сейчас в тренде на YouTube? Что в тренде? Наверное, все-таки какие-то развлекательные вещи. Раз. Остальная, да, другая сторона вот этого видеопроизводства на YouTube, это, скажем так, какие-то целенаправленные вещи. То есть, допустим, проекты, направленные на образование, на здоровье, ну, допустим, какие-то фитнес, да, проекты, вот, они также популярны, допустим, как и развлекательные какие-то штуки, те же скетчи и пародии. Поэтому тут как-то нельзя говорить, кто более-более популярен. Человек, который ржет на камеру или который, допустим, красит себя в кадре. Каждый популярен по-своему, каждый несет свою изюминку. Я заметила такую особенность, вот, есть на YouTube такая известная видеоблогерша Саша Спилберг. У нее абсолютно, на мой взгляд, неинтересный блог, она просто какие-то вещи банально рассказывает, ну, девочка как бы школьница, да, вот, но при этом она безумно популярная. То есть, она даже популярнее, наверное, не побоюсь этого слова, Елены Крыгиной. То есть, у нее там около, там, одно видео, у нее там 700 с чем-то тысяч просмотров. Как ты думаешь, в чем секрет вот такого успеха? Ну, я пришел к такому выводу, что вообще YouTube – это аудитория, которая состоит из школьников и школьниц, ну, по большей части. То есть, кто сидит за компьютером, естественно, это школьники. Ее аудитория, как раз это, мне кажется, это школьницы просто, которые любят ее смотреть, которые, там, посмотрев на нее, как-то начинают в чем-то подражать ей. И мне кажется, что, ну, и в этом секрет ее, скажем так, успеха, ее популярности. А это правда, что многие взрослые уже видеоблогеры в своих видео ориентируются на, так скажем, вот, аудиторию школьников и специально придумывают всякие разные такие шуточки? Так и есть взять тех же MyDuckVision. Ну, MyDuckVision у них как-то сейчас они более ушли в коммерцию. Есть другие видеоблогеры, скажем так, которые пропагандируют этот школьный юмор. Есть канал «Успешная группа» называется в интернете, можете забить. У них как раз юмор направлен на школьников, по большей части. Вот, и в этом, наверное, секрет их успеха. Я думаю, люди для себя четко решили, что популярность, она постигается вот этими вот молодыми людьми, которые сидят, кликают, ставят пальцы вверх, комментируют все, что только можно комментировать. Ну, потому что, как правило, взрослый человек, он посмотрит видео, улыбнется и закроет его. Школьник, он же, у него как-то вот этот порыв молодой, он что-то напишет, репостнет это видео. Вот, зная эту информацию, не думал ли ты внедрять такие элементы в свое видео? Ну, знаешь, конечно, это хорошо. Я понимаю, что чтобы быть в какой-то степени популярным, да, известным, нужно соответствовать аудитории. И что-то внедрять тоже, конечно, выход, но мне все-таки хочется, мне 23 года, и я хочу, чтобы в моей аудитории были те же люди, возможно, даже и старше. Мне хочется делать какие-то такие вещи, которые были бы близки не только школьникам, но и взрослым людям. Вот, поэтому, наверное, такое малое количество моих, скажем так, ценителей и подписчиков, я бы условнена как раз тем, что я не делаю контент для школьников. То есть ты не идешь на поводу у аудитории? Да, ну как-то просто я вот так вот решил для себя, что лучше я буду делать какие-то более серьезные вещи, более вещи, такие вещи, где нужно думать. Вот, потому что наш юмор, который мы делаем с Владимиром, его не понимают многие. Иногда мы и сами его не понимаем. Но смешно, тем не менее. Тем не менее, смешно, да. Наверное, это все-таки какая-то подача, какая-то... Харизма, талант. Харизма. Ну ладно, талант. Олег, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Скажи, пожалуйста, напоследок о своих дальнейших планах. Планах, значит. Ну, подписывайтесь на канал, потому что в дальнейшем я планирую, я уже говорил, вещать на YouTube, делать различные интересные вещи. Это будут скандальные. Всякие штуки будут музыкальные клипы. В скором вот времени мы начнем снимать музыкальный клип. Очень интересный, очень, скажем так, эпатажный. Я надеюсь, что это сколыхнет некую субкультуру в нашем городе. Что за субкультура? Это рэперы. Это рэперы, да. Я очень их люблю. Поэтому я решил, нужно как-то продвигать это направление. Ну, не посмеяться, не будем раскрывать все карты. Хорошо, спасибо тебе большое за эфир. Я желаю тебе дальнейших успехов. Спасибо. И чтобы твои подписчики росли не по дням и по часам. Увидимся завтра в это же время. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова